Дольщики долгостроя «Гусарская баллада» не думали, что подобное может случиться с ними. Все-таки вкладывались в масштабный проект, да и строительство вела компания с именем. А между тем, некоторые вот уже четвертый год ждут обещанные квартиры. Пишут письма, ходят по инстанциям. Сейчас долгострой находится под личным контролем губернатора. Компания «Жилищный капитал», которая теперь называется «Аллиутстрой», имеет, как ей кажется, веский аргумент остановить строительство. Экономический кризис. Ну нет денег. Строить же мы не отказываемся. Люди задают массу вопросов представителям компании, районной администрации, зампреду. Просят документальных подтверждений и гарантий. Им надоело верить застройщику на слово. В прошлом году был кризис. Квартиры разлетались, как граничные пирожки. Он, получается, получал деньги, крутился на наших деньгах. Ну а где строительство? 24-й корпус, я владелец квартиры. Елянюшкин, в свою очередь, успокоил дольщиков, сообщив, что уже существует договоренность с банком о продолжении финансирования строительства. По его словам, стройка возобновится в самое ближайшее время. Графики, подписанные администрацией района и застройщиком, будут размещены в трех местах. Собственно, на строительной площадке, на сайте администрации, на сайте застройщиков. Правильно? Да. Ну и, соответственно, Минстрой тоже размещает. Елянюшкин лично осмотрел проблемные объекты. На каждый из корпусов, 14-й, 24-й и 25-й, требуется от 400 миллионов до полумиллиарда рублей. Есть дома, которым повезло больше. Там речь идет об отделке и внутренних коммуникациях. Люди жалуются и на отсутствие отопления, неработающие лифты и канализацию в корпусах, которые уже сданы. Служба эксплуатации и технического надзора пообещала пустить тепло и устранить недостатки к концу ноября. В результате общения с дольщиками и осмотра строящихся объектов были озвучены новые сроки. Два корпуса мы введем в этом году. Один корпус перейдет на следующий год. Это февраль, объективно. Хотя застройщик уверяет, что приложит максимально все усилия, чтобы ввести в этом году. Но мы понимаем, что это маловероятно и жителей обманывать не нужно. И три корпуса у нас в планах к вводу в следующем году июнь, июль, август. Разные строительные готовности корпуса. Ситуация с долгостроем в гусарской балладе контролируется не только областным правительством, но и подмосковными депутатами. Именно вот этот план, который сейчас намечен, он будет осуществлен и потихонечку будут вводиться вот эти объекты. Конечно, очень жаль тех людей, которые на сегодняшний день ждут своих квартир. Но я думаю, что с совместными усилиями вопрос этот будет решен. Но дольщики продолжают сомневаться в застройщике. Только обещания, никаких подтверждений, бумагами, никаких документов, ничего нет. То есть только обещают. И каждый раз, после каждого собрания мы ждем, когда появятся эти бумаги. Ну вот сейчас вроде как нам опять пообещали, да, какой-то сдвиг. Будем ждать. Вот и остается дольщикам надеяться на совесть застройщика и помощь муниципальных и региональных властей. Сами они повлиять на разрешение ситуации уже не могут. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.